Работает YouTube. В данном магазине продается просроченное питание. Прошу всех выйти из магазина. Не пробивайте товар. Весь товар просроченный. Сейчас мы его снимем. Да, да. Агушечка. До 25 декабря. Ну, сори, она дает отлично. До 25. Где? Я не вижу. 19.3. Это что? Это статья. Это не время. Правильно? Это моя статья. Смотри, знаете, сколько? Агушек-то все, что ли? Нет, подожди, до 25. До 25. Детское питание. Рыбка. Вон. До кого? До 12 ноября, да? Я вас не буду пробивать по-любому. У меня вообще не надо вытовар, мне просто... Да возьмись, она свежая. Не надо Володеньку пробивать, пожалуйста. Она 4 сентября. Не надо пробивать Володеньку. Он не такой. Нужно пробить товар нам. Бездата. Вся продукция у Дикси бездатная. Все, сейчас ждем средства оперативного вывода участкового. Сейчас все будем думать, хорошо? Да, хорошо, большое спасибо. Аккуратней. Смуши. Конечно, нужен. А, поменяйте, пожалуйста, вот эти две за другую. Поменяю попозже. А? Попозже поменяю. Когда? Сейчас поменяю? Как рак свистнет, так сразу поменяю. Нет, сейчас поменять не будет. Я вот это в подкасты положила. Подкасты вы ничего уже не положите, это все мое. Спасибо большое за сотрудничество. Это в сезон. 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 Да, чек обязательно, конечно. Вдруг не свежие, да? Я с вами полностью согласен. А остальное я увидел, как бы, да, и все очень печально. Какие условия интересные? А мне можно? Пожалуйста. Вот видите, а мне можно, понятно? Вы в лучшем ракурсе. А, хорошо. Вы просто меня плохо знаете. Ладно, я беру телегу, короче, я пошел за работу, за работу. Работает YouTube. В данном магазине продается просроченное питание. Прошу всех выйти из магазина. Не пробивайте товар. Весь товар просроченный, сейчас мы его снимем. Девушка, не покупайте здесь. Здесь у нас все просроченное. На всем деле? Да, сейчас я вам докажу. Смотрите. Сейчас подходим к первой попавшейся полке, да? Смотрите, берем. О, просроченную. Там, кстати, на некоторых есть штампик, я удивился. Ну да ладно. Это будет... Это будет... Сопутствующие потери. Ты хочешь сказать, на них не хватило... Вот, вот. Я удивлен, что где-то есть. Вот это что за цифра, скажи мне? 20. Я вот не знаю. Ну, плюс-минус, все равно, короче. Не подходит. Да там все через... Не понятно. Вот 19-го. Там большинство 19-го, кстати. То есть, они реально просроченные. И готовы у них 19-го? 19-го декабря. У них декабрь потом. Дата здесь вообще нет, на этих вообще нет. Поехали дальше. Так, кто хочет просроченное питание, я собираю для вашего удобства. Можете мне из коробедины сразу забирать, чтобы не искать. Да, вот, до 30-го ноября. Вот, тут много таких. Ну, вот, вон туда. Вы на карте подходите, а не... А уже все купили? Да-да-да-да-да-да, был-то. Все, спасибо. Вас смотрят. Спасибо. Ну, вот. А им стыдно не знать, да? Кто к ним ходит? Здесь просто нужно прям ковровые проверки. 16-й, то есть и какой? 27-й, 25-й. А вот, вот спрятал, смотри, 18-го, 12-го. То есть там... Вот пухов здесь находил, я от один. Ну, то есть там спрячут реально, где-то. Смотри, на задворках 18-е, 12-е. Прямо реально уже там в концах. О, еще. Смотрите, внизу до 30-го ноября. Ну, фига себе. Ну, так как, как и разок. Ну, вот, короче, все вот это надо смотреть. Вот, вроде как далеко, да? Я прямо вот посмотрю. Вот, вот, до 10-го, 12-го. Где-то надо еще, вот, до 27-го тоже уже, вот, до 21-го, до 21-го декабря. Сегодня, до 31-го. Да что ж у них так действительно все наложено-то? До 25-го, до... До 25-го это... До 8-го, до 8-52. А, да. Помоечку. До 25-го. Бежать. Если прочитаешь, что-нибудь 25-го, 28-го. Как пропустил, непонятно. Я еще не пропускал, я там не был. 24-е, 24-е. Ты меня отравишь. Дай что-нибудь свежее. Это же Дикси, тут только свежие и качественные продукты должны быть. Я верю, я верю, что тут такой можно найти. С трудом, но можно. Сейчас, с трудом, может, найдем все же. Да-да, огушечка. До 25-го декабря. Ну, посмотри, она до этого. До 25-го. Где? Я не вижу. 19-3 это что? Это статья. Это не время. Правильно? Это моя статья. Сырочная, сколько? Огушек-то все, что ли? Нет, подожди. До 25-го. Сегодня еще 10-го. Так, не порт нам видео. До 25-го. Срок годности до 25-го. Не мути, народ. Карачи, каратели, да. Не, вы это не каратели, а я вот да. О, какая красота. Это вот дата, вот дата. Это на 1-го декабря, я вижу, да. Ну, оно даже по внешне. До 12-го ноября. Ну, я и говорю, на полтора месяца. Это вообще просто. Я хочу не трех вокзалов, но я буду просрочку на полгода. В Биме. Так вот, у нас мясо хранится с селедочкой. А чем мясо хранится без холодильника? Уберите его. Заодно очистите проход покупателю. Вот покупатель жаждет просто съесть что-нибудь полезное для своего организма. Пойду-ка зуму сразу, наверное. Я вот думаю, ну что, продолжать набирать? Детское питание. Рыбка. Вон, до кого-то, до 12-го ноября, да? Да нет, я вот на эту хочу. Нет, я не буду пробивать. Как это не будет? А вы кто-то? Вы же кассир. Сейчас я вас научу, не беспокойтесь. Если вы не умеете, я вас научу, я умею. Нет, я все умею. А, умеете? Ну да, да, давайте. Вперед. Сейчас она придется с вашей командой, я пусть разбираюсь. Какая моя команда? Я вообще один, я волк-одиночка. Вместе 58. Я одинокий по жизни, вы что? Сейчас я позову, не то я не знаю. Я вот боюсь, боюсь за вас. Не дотерпит. За меня не надо. Продайте мне, что это? Маффин. Вот он. Скажите, пожалуйста, у вас много времени, я так понимаю? Нет, довольно-таки мало. А смысл? Смысл? Да. В том, что вы перестали травить детей. Есть такой смысл для вас? Еще 2 рубля. Вы возродуете денег, чек? Я? Конечно. Сейчас вот куплю остальное. Вызвали изъехать, сейчас дископитание тоже будет. Сейчас купим остальное. Я вот хочу себе просто побаловать на Новый год. Видите, набрал тут себе товаров. Нет, просрочку не пробиваем. Это просрочка? С чего вы взяли? Ну, я сейчас проверю, потому что у вас какая-то покупка не понятная. Положите на место, пожалуйста. Прям правда сейчас признаете, что вы просроченные продукции торгаете? Мы признаем, что это может быть... Надо проверить и снять реализацию. Ну, надо, да. Сейчас и сделаем это. Вы это не сделали, сейчас сделаю я. Что-то работает в последний месяц. Не буду показывать пальцем. Мы даже как-то не будем расстраиваться. Как-то даже уголовная ответственность очень расстраивает. Ладно, торты бог с ним с селедкой, а вот детское питание этого зря на него пропусили, естественно. Вот это могли бы последить немного. А то за акцией икрой вы следите хорошо и кропакции, и кропакции. А вот питание просроченное не помните. Если что, я взятки не беру. Не считается. Ну, давайте. Вы у нас справитесь. Маффин мне, пожалуйста, пробейте. Один. Нет, мы это не будем продавать. Почему? Ну, потому что. Ну, потому что не считается. Давайте-ка причину другую выдумайте. Потому что, потому что. Молодочно, по отличию от вас, у меня есть работа. Выполняйте ее. Именно это я хочу от вас. Вы любите. Сейчас, сами заказы садитесь. Ну, не впервой. Торт просрочен. Ну да. Нет, ну там нет этого ценника, не маркированный. Посмотри, мой просрочен. И там есть маркировка. Мы можем построить двойную. Ну, капец, знаешь, как это. Молодые люди с кассы. У вас здесь больше некуда. Я покупатель, потребитель. Я жду в очереди на кассу. Вам этот товар не пробьют. Я жду. Мы уверим вам. Молодой человек, у вас какая проблема? Вы устроили, правда, молодому просили. Я докупил продуктов на две с половиной тысячи. Вы полицию вызвали? И в том числе. Но полицию вызвали для того, чтобы она писала детская питания. Хорошо, отойдите от кассы, пожалуйста. Ждите вот здесь, в полицию. А почему мы здесь? Потому что мы там хотим пробивать товары. А я там тоже хочу скомфортно. Такие причины классные. А у вас там коробки на проходе. Два с половиной метра соблюдается там. Я зашел чуть коленом. И у вас просто громко. А в коробке. Да, здравствуй. А мы прям в магазине. А почему им нельзя стоять на проходе? А вашим мерчендайзерам можно коробки ставить. Все, полиция приехала. Сейчас зайдет, не кричи. Ну хорошо. Сейчас зафиксируем ваш пожарный выход, который уже не пожарный, а весь захламлен. Вы сейчас зачем устраиваете геморрой? Согласен. Давайте, подожди. Смотрите, по очереди. По очереди, давайте. Я согласен, женщина. Смотрите, первое. Вы продали просроченную продукцию. Можно, вы же сказали не очень много. Я вам подождите минуту. Давайте. Вы купили просроченную продукцию. Я вам желаю сделать возврат. На что вы отказались, сказали не только наличными. Не отказались. Вы сказали, что только наличными. Верните мне на карту. У нас нету такой... Это называется обнал денежных средств. Это незаконно. Еще раз, не заказывай. Незаконно. Не забывай обратиться в полицию. Полиция здесь. Но вы мне должны вернуть деньги. Молодые, садись, пожалуйста, чтобы они прошли сюда. Они мешают работе нам. Не знаю, они устроили здесь. Я не могу, не могу. Не надо. Прошу сюда. Сейчас, Лан, давайте всех по очереди выслушать. Это будет справедливо. Они пробили просроченный товар, я предложил вернуть деньги. К сожалению, у нас опция вернуть деньги на карту. Нет, мы хотим вернуть им деньги наличными. Они не желают. Пройти отказа, чтобы мы начали работать, не должны их желать. Они устроили вот 6 человек. Вы сейчас добровольно идете на преступление. Вы хотите обналичие денежные средства? Я оплатил карты, и вы хотите мне дать наличными. Никакого преступления я не знаю. Но вы хотя бы немножечко законодательство изучите. Вы что творите-то? Полиция, во-первых, сейчас будет опечатывать детское питание, которое у вас просрочено, что, естественно, уголовно наказуемо, а его здесь тьма оплаченного и так далее. Будет сейчас все описываться, вызываться участковой, во-первых. Хорошо. Во-вторых, верните мне на карту мои деньги. Мне не нужны ваши наличные средства. Вы зачем это делаете? Я вам еще раз говорю, что такой технической возможности нет. Но, уважаемые полицейские, нам нужна следственная оперативная группа, для того, чтобы все действия описать. Я так понимаю, вы наряд ППС, правильно? Если можно, освободите вас. Нет, нельзя. Нам некуда держаться. Освободите проходы, которые вы коробками заставили. Все, сейчас ждем следственную оперативную группу, для участкового участия. Да, хорошо, большое спасибо. Пойду-ка водичку, спасибо. Аккуратней. Не знаю, что-то удивляет. Подумаешь, подумаешь, это сентября. Сам проверяю, не буду. Пойду августовские возьму. Есть август? Я предпочитаю... На медведя, на медведя хорошая приманка. Я, кстати, хотел, знаешь, желтые перчатки. В следующий раз на артах буду ходить. Пойду сейчас влажные салфетки, их куплю. Придется купить. До 18 декабря, да? А сегодня какой? Сегодня 26-й. Ухренеть. О, ты что? Ты попадешь точно? Да. Хоп. Да, есть. Все, зашибись. Сложил. До 18 декабря просто. Уважаем. Вкусняшки. Самое вкусное, это то, что просторис. Именно поэтому мы должны быть здесь. Всегда можно найти... Как можно найти здесь? Только такое можно найти. О, а ты как медведь, да? Немного вакуумной упаковочки как-то отсутствуют, да? А на вакуумной? Ну, на вакуумной этих, да. Это вот. Это вот заберем. Пускай приобщиться к материалам дела. Что, нам жалко, что ли? Полицейские, которые будут это описывать вручную. Приезжали, блин, я-то, да, кого-то оформляли. Ну, до 23-го, 12-го. До 23-го, 12-го, что такое? Ну, кто тут проверял до 23-го, 12-го? Ох. Так что такое, Дикси? 23-го, 12-го. Так, ай, ну, что ты потерялся? До 12-го, 12-го, он есть. Короче, все до 23-го, 12-го. Дикси, мазафака, что за дела, а? Дикси, вы что там, охренели совсем, а? Слабом поймали. Будем до 17-го декабря. Ну, вот, в прямом эфире находим, да? Давай, Вума, пум! Молодец. Я плохо переведу, почему? Потому что беспредел породил такой беспредел. Я тут ни при чем, я заложник ситуации. Все, что я делаю, это лишь ответная реакция на Вова. Смотрите, какой Вова. Оп, оп, оп. Вова копается. Я завершаю просрочек. Выкладывать это все в социальные сети. Ты сам выложишь, а? А вот, знаете, что это такое? Что это? Это безымянка. Да, то есть, единственное, что есть, это копчено-вареный карбонат. И много тут такого? Первый сейчас пока встретился. Ну, тортик такой же примерно. То есть, вот, что должно быть, да? А вот, что есть. И это мы тоже замерлили. А, да, мне не бывает, что нет, действительно. Ну, такая же штука. Бездатая. Вся продукция у Дикси бездатная. А пивко смотрел? Живое пиво смотрел? Ну, вот так. Да где мы находимся-то, Вова? Мы? А я не знаю. Это, а, стрельбищенский переулок, дом 5, Москва. Так, вот вспомнил. Магазин? Дикси. Любимые твои любимчики? Бывает, что-то заказывают за хорошим угаром. Но только не за продуктами, конечно же. Продукты в Дикси покупать нельзя, потому что здесь все. Такое качество, что даже если по срокам годности оно якобы годно. Условия хранения, сейчас пока не видно, ну вот, как она хранится, да? Селеза, а что там еще хранится рядом? Колбасенька. А, колбаски. Ну, то есть, вот я говорю, то есть условия хранения, это потом вот через месяц они выстают в холодильник и будут продавать опять. А сейчас это находится все в таком вот незамороженном, неохлажденном виде. Так что не то, что, не все то, что по циферкам срок годности соответствует, оно соответствует и качеству. Не хранятся нормально. Володенька, ты знаешь, что акцию только свежие и качественные продукты в Дикси отменили, поэтому тут теперь нет свежих и качественных продуктов? А-а-а. Видимо из-за этого. Вот они, они отменили акцию только свежие и качественные продукты, потому что у них таких вообще больше нет. Ну? А я вот со стороны просрочки на тебя буду смотреть. Вот так вот, со стороны полки. Копайся, копайся. Просрочка. Уйди. Так, ну что, у нас касса сколько? Есть касса для VIP-клиента? Для потовиков у нас может отдельную кассу выделим? Я вас не буду пробивать по-любому. У меня вообще не надо вытовар, мне просто... И права тоже. Как это так? Ну вот звоните моему руководству. А я как-то к вам, как кассир, у вас... Я не могу себе товар пробивать. Пожалуйста, аналогичный берите. Аналогичный его нет, к сожалению, в Дикси только не свежие и не качественные продукты. Хорошо. Я вас пробивать не буду. Да возьми, да она свежая, она всего лишь от 4... Она от 4 сентября. Я не буду вас пробивать. Не надо... Да возьми, да она свежая. Не надо Володеньку пробивать, пожалуйста. Она от 4 сентября. Не надо пробивать Володеньку, он не такой. Нужно пробить товар нам. Буду. Товар нужно пробить. Володю не надо пробивать. Я позову сейчас управляющую, пусть она разбирается. нам не надо разбираться нам не надо управлять нам нужно купить по вы должны продать почему у них где-то штампики какие штампы дайте мы вас пропустим что там за штампик я не знаю что там за цифра или 20 а большинство было ну а где я сколько тут сутки в любом случае там были шнайпики от 19 декабря 24 часа 20 даже непонятно было зачем мы вас зачем костюм хотел тебя пробить я хотел приобрести товары это нужно было и читать штрих-код и я бы заплатил всем было угрожать меня то что меня будут пробивать вообще не пробитый боец еще до сих пор конечно не надо меня пробивать вот заместитель управляющего сейчас она будет лично нам пробивать как-то нибудь будете 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 ну смотрите сколько у меня пищи пищи которые я хочу приобрести а я еще не начал я еще не начал а по какому по какому закону вы на что ссылаетесь почему вы именно мне не будете прыгать а ну то есть вы не ссылайте никого на просто это ваше такое желание хотения понял да просто отказ не мотивированный человек чистосердечно признался в нарушениях но от вас и от вас я не требую чтобы вы пробивали вы заместитель управляющего я кассирам то подойду на кассы а я не мешаю я мешаю а чем я мешаю а чем я мешаю тем что я тем что я набрал товар на полках магазина и стал на кассу чтобы приобрести я просто на не мешать покупателям ну пойдем да на другую кассу действительно включите кассу я сам пробью если вы не умеете совершенно верно полиция она сожалению на защите прав граждан стоит они на защите прав нарушителей которые торгуют просроченным питанием нет вы нарушитель мы граждане обманутые а вы нарушитель как-то не доказали а давайте вам докажем дать в прямом эфире докажем вот этот от какого числа фу блин какая же мерзость и это я не права сейчас вон у правда в реально близкая а а а Субтитры сделал DimaTorzok